Смотрите, канализация, я так понимаю, и цистерна. А вот что они нашли. Смотрите, сколько черепков здесь было. Это завалено. Смотрите, вот есть указатели. Вот видите, это вверх поднимается, а вот там вот вниз эскалатор работает. И здесь то же самое, видите, вверх, вверх и только один вниз. Добрались в метастанцию Новосибираке. Сейчас выйдем. У них сейчас начинается виеста в 12.00. И из-за этого движение более интенсивное. Каждые 7 минут ходим теперь. Раньше каждые 3, а так каждые 7. Вот такие кранделечки в 50 копеек. Я вот себе купил. Ну, пойдемте прогуляемся. Вот, смотрите. Здесь рынок. Ну, там уже блошиной расположилось. Видите, сколько людей. Ну, здесь есть памятники, которые можно тоже посмотреть. А вот этот детский магазин, который я говорил, хочу посетить. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть для деток. Вот он, наш красавец Акрополь. Здесь Агора находится. Старая, Новая, Римская гора. Античная гора. Еще какие-то музеи. Вот, смотрите. Большой магазин детских игрушек. Самокаты. Здесь несколько этажей. На втором этаже игрушки для девочек. На третьем для мальчиков. На первом электронные игрушки, судя по всему. Ну, смотрите. Кишор Хайс. Ну, что, ребята. Маша и Медведь добралась и до Греции. Смотрите. Это отдел для мальчиков, но здесь тоже очень много мягких игрушек, поэтому посетите все этажи обязательно. Звездные воины, черепашки, ниндзя. Прикольно. Всего лишь 119 евро. Вот такая площадь монастирок, видите. Здесь вот торговые ряды небольшие есть. Улочки, где можно покушать. Виден Акрополь отсюда. Вершний 1,49. Клубника 1,99. Вот то, что мы с вами сходим еще посмотрим. Здесь вам, пожалуйста, сувениры, магниты по евро. Иконы, сладости. На любой вкус. Это у нас библиотека Адриана. Крайне мере то, что от нее осталось. Музей сегодня открыт, как я говорил, бесплатно. Так билет стоит 4 евро в этот музей. 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 ну вот что здесь есть понимаю это вся экспозиция здесь была церковь судя по всему раньше ну вот вся библиотека сохранившаяся мозаика это у нас римская гора все это находится в шаговой доступности там у нас где-то афинская агора это рынок храм гефеста церковь апостолам это римский рынок это новый рынок это понимаем где-то был построен уже в нашем тысячелетии 1 наверно тире там второй век сохранить колонны на входе ну а наш акрополь красавица вот он здесь сверху вот мылись как он выглядел из цифры и что это означает а это башня ветров я так понимаю сохранилась красиво да а это наши ворота через которые мы вошли на рынок римский вот мы находимся возле башни ветров зайдем в нее внутри посмотрим круто очень круто какой-то вот желобок и центр а здесь у нас дырка туда что-то там собиралась возможно вода вот еще что-то здесь было что осталось у нас библиотека панта и не со ну то что от нее осталось здесь такой хороший фундамент это мы обходим библиотеку и вот видите вокруг можно перекусить ну вот мы обошли вот вход здесь у нас храм кефеста будет афинская гора библиотека пантеона этого и что тут еще короче сейчас пойдем посмотрим билет уже закончились ну вот смотрите что здесь и вот расшифровка короче здесь ходить не обходить все здесь большой парк под открытым небом и пожалуйста вам памятники колонны статуи это я так понимаю холм марса а вот акрополь наш это у нас какое-то учебное заведение было адон о 3 гимназиум гигантов вот он красавец который мы видели издалека сохранившийся крышей там частично сейчас подойдем посмотрим что это смотрите как хорошо сохранились узоры судя по всему римский какой-то был полководец потому что видите волк кормящий двух детей ромула и ремула это гадриан адриан сто семнадцатый сто тридцать восьмой год ну и вот мы по ступенечкам поднимаемся это храм кефеста четыреста шкаф шестидесятый четыреста пятнадцатый год до нашей эры он хорошо сохранился ну и вот вид на всю нашу территорию по которой мы сейчас гуляем брельефы сохранились на входе храма там сверху ну смотрите как это было 150 году нашей эры опять-таки на расшифровка что означает и вот то что осталось смотрите какой вид здесь была афинская гора афинский рынок судя по всему это канализация у нас все плиты а снизу канал это церковь апостолов сейчас уже два часа с восьми часов на ногах ребят если у вас есть запасные ноги обязательно с обоих возьмите они вам здесь понадобится можете даже две пары сразу церковь святых апостолов а стоя то лоу 159 138 год до нашей эры смотрите как красиво вот такое ощущение что оказались в греческом храме колонны еще колонны крыша эта реконструкция я так понимаю но выглядит очень круто здесь татуи музей что-то похоже как здесь есть уже какие-то золотые украшения даже как музея пропали который мы смотрим ходили с вами смотреть тоже всякие черенки посуда захоронения и с собой посуду и принадлежности который пользовался смотрится 725 700 и год до нашей эры вот так вот 850 год этим вещам 2700 2800 лет ну представьте себе можете я вот не очень и они вот так вот сохранились хорошо свете или не к судя по всему 540 год до нашей эры с именами судя по всему глиняные кружочки ну как вы думаете для чего это ну а это нумизматом монетки coins монеты это по всему эти монеты наук вот роман из вот если тебя подняться горит и Смотрите, как хорошо сохранилось Хочется вам всю эту красоту показать, но вы должны сами приехать, это все сами увидите Здесь хороший музей, конечно, по сравнению с музеем Акрополя, который мы ходили первым, он уступает немножко мало экспонатов, но все тоже представлено Поэтому если вы не попадете туда, вы можете спокойно посетить здесь, посмотреть и у вас тоже уже будет представление о археологических находках Как жили в Древней Греции и Риме